всем привет с вами александр вы на канале катарина travel давно я не записывал никаких видео сейчас как вы поняли из названия мы оказались в городе касабланка это марокко я вам подсниму что где и как буду такой серию репортажов делать и рассказывать о своих впечатлениях все как обычно ничего нового где поесть как пожить что стоит быть может где-то сэкономить если коротко мы здесь уже два дня до этого не снимали были заняты первое впечатление что здесь просто очень круто я бы мог сравнить это там с какими-то крупнейшими городами разных крутых странах то есть там нью-йорк москва не знаю какой-нибудь лондон очень все прилично тепло хорошо люди не сильно улыбчивые но в принципе приятные нормальные отзывчивые цены не могу сказать что дорого сравниваю их исключительно с турецкими но проблема в том что в турции продают в основном турецкие продукты и они турецкого качества и за турецкие цены здесь когда я зашел в супермаркет у меня прямо сердце стало биться чаще я возрадовался очень много всяких классных вещей я люблю всякие иностранные там французские и итальянские сыры в турции с ними напряженка здесь же заходишь на любой цвет вкус и кошелек сейчас мы будем идти с вами сквозь парк местный я вам чуть подсниму покажу и далее мы планируем на трамвайчике доехать до океана я честно говоря не смотрел как то ехать но время есть мы никуда не торопимся с варюшкой мы идем куда-нибудь да приедем если чё пешочком дойдем не такой уж и большой город надеюсь такой вот рядом с нашими апартаментами парк мы вчера здесь вечером прогульнулись и я был прям в шоке очень все культурно здесь какой-то бизнес квартал вокруг очень крутые домики слева не буду на самом деле снимает там контрсвет солнышко светит не видно будет но поверьте прям очень шикарная архитектура такой железобетон европейский сверху все в траве очень очень красиво давно и таких домиков не наблюдал меня впечатлило есть в парке здесь несколько площадок 3 для игры и 1 для скейтеров я вам сейчас может быть одну или две из них покажу сделано очень очень качественно все в таких французских манерах во французском стиле вот такие вот дорожки в парке выглядит конечно симпатично но пыльно даже более скажу что возле апартаментов где мы живем там стоят машины они прям очень сильно в пыли или помытые хорошенькие видимо здесь достаточно пыльно пока на себе не сильно ощущаем в парке есть много кпп куда заходить там есть охранники в охранники ну такие они себя не там играют в телефон разговаривают друг с другом то есть не очень шибко какую-то охранную функцию свою выполняют как большинстве случаев но вроде тихо спокойно странно что нету здесь вот на столбах камер возможно они конечно где-то на деревьях прикручены но вот прям такого видеонаблюдения как в турции где на тебя 400 камер смотрят из каждого там угла здесь просто не существует конкретно в этом парке дальше может где-то увидим но опять же сюда нельзя привозить дрон они сразу будут конфискованы на таможне поэтому видео с дрона вы у меня на канале не увидите потому что это ну сложно сделать и наверное это нарушает местный закон не очень хочется узнать насколько здесь законом проблемой решать получится и так игровая площадка перед нами одна из трех варим он туда полезла очень прикольно сделана сверху навес для тени потому что африка и жарко и таких вот площадочек три штуки кругом мусорки в турции с ними не так хорошо в албании надо знать секреты где мусорки находятся ребенку очень нравится здесь бегает все расписано там сколько лет можно вот смотрите насквозь в трубе проползти покататься это видимо для совсем маленьких деток потому что какая-то она достаточно просто простенько выглядит можно залезть пролезть скатиться дальше будет более красивая есть вот деревьица на самом деле летом здесь наверное особо не погуляешь потому что тени как вы видите не существует будет наверное жарковато чересчур но надеюсь вот эти деревья когда-нибудь подрастут и будут давать тени в принципе вот есть впереди навесить и но сегодня у нас 12 октября и на улице и чет там типа обещает по 30 градусов представьте насколько здесь тепло летом он там роллер дром можно кататься на роликах на скейтах и будет вам счастье вот смотрите какая крутая площадка для питанка в турции в испарте кстати дети играют в школах в питанк мне тоже нравится я на телефоне играю даже хочу чем те прикупить варю кто-то там куснул она дерется с ногой рядышком с парком есть дома жилые очень красивый как я говорил ранее и вот строят какие-то бизнес-центры прям очень активно кто знает из подписчиков скажите откуда в марокко деньги потому что я на самом деле очень очень сильно прям удивлен возможно на туризме столько денег заработать не уверен а судя по статье википедии здесь только фосфаты и получается мандаринки ну какая-то еще там продуктовая история но вот даже вот эти дома которые вот здесь вы видите а это мало их часть за моей спиной там тоже очень большой квартал таких сверх современных домов будет стоить просто фантастических денег очень активно здесь все строится вот здесь мы эти впереди экраны там что-то строят здесь что-то достраивает вот вон там что-то сейчас тоже будут строить и очень конечно мне приятно наблюдать что странно развивается люди работают садовники стригут траву и все у них хорошо из таких наблюдений не очень много народу курит потому что здесь как во всей во всех приличных странах люди сидят пьют кофе с утра в обед и после обеда и понят когда они работают без сигареток в основном никто не курит вот это вторая площадка смотрите она для более старших деток здесь можно полазить упасть на то и сложнее давари вот увидела говорит что подожди хочу еще чуть-чуть поиграть вот смотрите какие трамвайчики сейчас я ближе буду на нем поеду в сторону океана надеюсь я даже говоря честно не смотрел куда они идут но как без разницы обратно вернуться всегда можно очень крутые трамваи современные французские тихие и посмотрим какие они не только снаружи но и внутри сколько стоит расскажу вам вроде как я понял а по рассказам алекса человек который встретил в аэропорту с ним познакомился там более что дети ездят бесплатно варю очень понравился площадка говорит что надо сюда чаще приходить как наверное хорошо когда ты один на большой детской площадке и ты можешь лазить прыгать по всем вот этим участком площадке никто тебе не будет мешать хотя с другой стороны с другом или подружкой наверное веселее но друзей мы пока здесь не завели насколько я понял от алекса что русскоязычных здесь хватает или даже с его слов русских и один из вариантов как вычислить держивают русские это где помыты чистые окна так что если хотите дружить с высокой вероятностью с русскими то ищите чистые окна арабы видимо не настолько моет я пока еще не обращал на это внимание вот так выглядит смотрите трамвайная остановка трамвай скорее всего французские сейчас попробую если вот с той стороны не поедут ближайшее время вам подснять выглядит красиво очень длинные народу в них много я не видел сейчас узнаем сколько стоит проезд и заодно я посмотрю в ту ли сторону нам вообще ехать где находится океан а то поедем противоположный будет обидно а какое здесь название океана атлантический океан очень большой и имейте ввиду что она не такой жаркий даже в сезон как тоже средиземное море и прочее да он холодный надеюсь что мы все-таки искупнемся несмотря ни на что и не заболеем а вот так выглядит трамвай в городе касабланка местные называют касса чё-то он не хочет к нам ехать и это не помогает наверное просто там светофор да поехал трамвай сейчас мы у него сядем вроде направление в ту сторону океан и с чего там как-нибудь доберемся вот такие вот трамваи вот так производство компания altstom и чё там здесь не остановился почему может быть рукой надо было махнуть будем ждать следующий подошли к нам вот эти люди вернее девочка подошла и сказала что на этой красивой остановке ничего не останавливается надо идти туда местные языки это арабский берберский французский я французский знаю но и само удивительного что в супермаркет и когда ты приходишь все говорят на очень приличном английском языке поэтому в принципе сложности больших не должно быть в итоге почему-то при наличии хорошей травы на остановке ничего не останавливается мы идем вперед подсниму вам вот этот бизнес квартальчик милые прямилые строители сказали иди дальше они правда только на арабском говорят а вот за углом смотрите какая остановочка ну и вообще чтобы вы понимали что здесь творится вот такой проект нет честно говоря не очень по душе красиво выглядит но наверное какие-нибудь французы делают все вот так вот спрятаны окна и потому что видимо солнышко жарит и парит а это похож на московский человейник с квартирами 6 квадратных метров и так осталось понять как попасть на трамвай там стоит турникет и на стоит это дяденька может быть или карты оплатить можно или купить у нее билетик сейчас узнаем и так местный молодой человек нам любезно помог купить билет билет выглядит вот таким образом можно оплатить карты можно оплатить наличкой стоит 8 дирхам это где-то 80 центов от доллара и получается что мужчина который был здесь на остановке сказал что не надо ребенку ребенок едет бесплатно сейчас дойдем вот туда пробьем наш прокомпостируем билетик и поедем в сторону набережной вот там вдалеке есть такая будочка и здесь можно будет прикупить билетик выглядит вот так сейчас поближе подойду сниму вот такая штука на английском на французском на арабском интересно мне рассказал парень историю что ну я французский учил давно и в школе ему говорю может и по-английски говоришь а он говорит что да конечно говорю ничего себе прикладываешь и проходишь иди вот он не сказал что французский умирают все говорят молодежь по-английски это прям очень приятно сейчас поедем с вами в сторону моря здесь вот все расписано наверное надо держать до конца вот эту карточку потом выходить с ней поэтому наверное не стоит и выкидывать я пока сохранить и так вот билет перед нами что здесь написано надо его пробивать при входе и выходе дистанция его можно перезаряжать как это ну деньги на него класть а можно его сохранить и тогда так что удобная штука я думаю что вполне возможно здесь и карты можно оплатить попробуем на обратном пути усилим и в трамвай работ кондиционер внутри все учителька прядинку смотрите какой потолок в таком арабском стиле и вот такие вот обивки у кресел слева такие обычные стандартные арабские домики справа в принципе такие же ну чтоб вы понимали что мы были бизнес-квартале и весь город так не выглядит выглядит он по-разному малоэтажная плотная застройка что-то продают кому надо могу узнать сколько стоит вот вела 350 метров продается объявляют на арабском остановке а сейчас мы проезжаем какой-то райончик смотрите какие здесь виллы высокие заборы чтобы никто не видел машин кстати очень много в целом все машины достаточно свеженькие прилично выглядящие с исключением такси здесь есть два вида такси пти такси они красные и на них можно как на коллективном такси садиться оплачивать и ехать а есть белое такси а есть белое такси это гранд такси на них можно ездить одному куда угодно вот такси с красной такой нашлепкой смотрите какие у людей домики прям любо дорого смотреть кто думает что в марокко нищета а в ярославле или где-нибудь в житомире все хорошо вы ошибаетесь я тоже ошибался тоже так думал да здесь красиво и неплохо смотрите вот домики я думаю что такие виллы стоит глубоко за миллион евро или вот смотрите какое хай-теп вилла да по дороге вот такая красота все зелено в каптусах и вот за этой остановкой океан на улицах реально чистенько по сравнению с другими городами и странами в которых я бывал есть чем сравнить вон видимо набережная стоит фургон с полицией а вот так выглядит друзья атлантический океан и вот это океан и какой-то пляж не помню его название какой-то айн айн по моему или что-то такое что могу вам сказать сразу же я не вижу ни раздевалок я не вижу здесь душа вижу немножко мусора здесь видимо когда-то были душевые могу я предположить но что-то они сломаны спуск на удивление везде с мусором странно что в городе очень чистенько а здесь очень сраненько ну и песок кому-то нравится песок кому-то не нравится и так вот он океан никто здесь не купается я пока не вижу они там кто-то купается пляж длинный широкий средней засратости но места хватит всем вот честно для меня какое-то прям удивительное открытие конкретно про этот пляж можно других получше будет что здесь мусор поближе к океану поменьше мусора как-то выглядит как будто где-то ты находишься я не знаю не в городе вон люди играют в футбол насколько я понял марокканцы очень сильно любят футбол на этой ноте мы закончим эту серию и батарейка садится и хочется пойти окунуть ноги в океан всем спасибо кто досмотрел наше видео ставьте там лайки репосты донаты до встречи в новых видео всех обнимаю обнимаю